Наталья Анатольевна, здравствуйте вам! Добрый день! Я поражён! Вы в одной из статей писали, что вы уже 15 лет занимаетесь вопросами очистки воздуха. Это правда? Да, я ещё со школьницами начинала этим заниматься. Также с третьего курса я начала заниматься оценкой качества воздуха. Моя дипломная работа касалась анализа качества воздуха от стационарных источников загрязнения. И потом продолжила изучение любимого дела в аспирантурии. И вот он, продукт вашей работы, этот удивительный фильтр. Насколько я понимаю, здесь просто компоненты этого фильтра, да? Да, это загрузки фильтров, которые прошли очень много испытаний. Было проведено более тысячи замеров, чтобы запатентовать конструкцию данного устройства. Насколько он большой вообще в итоге получается? Или разного размера бывает? Клапан представляет собой пластиковую трубу диаметром 100 мм. То есть это примерно 10 см круглого сечения. Важно понимать, он фильтрует воздух внутри помещения? То есть циркулирует воздух? Или он всё-таки делает забор с улицы и чистит уже внешний? Само понятие клапан подразумевает в собой поступление воздуха чистого с улицы. То есть это альтернатива у нас режима проветривания. Он монтируется в наружной стене здания и фильтрует воздух снаружи. И поступает далее воздух, очищенный уже во внутрь помещения. Меня всегда интересовало, неужели в Тюмени настолько грязный воздух, что необходимо было создать такой клапан? Всё зависит от погодных условий. И данное устройство было рассчитано не только для города Тюмени, но и для всех регионов Российской Федерации. Для крупных мегаполисов. То есть если здание у нас находится рядом с оживлённой транспортной магистралью, скажем так, интенсивность составляет свыше тысячи автомобилей в час, а это, ну, на примере города Тюмени, центральная часть города, восточный округ и большая часть улиц Заречного микрорайона, то, соответственно, воздух поднимается вплоть до шестого-седьмого этажа. И концентрации могут составлять в два раза, в два с половиной раза выше от нормативного значения. Ну, это уже серьёзные цифры. Давайте по компонентам разберёмся, что входит в состав клапана. Воздух поступает в клапан и проходит три ступени очистки. Первые два фильтра, они содержат сорбционную загрузку на основе природных материалов. То есть в процессе эксперимента на опытном образце были исследованы несколько сорбентов различных фракций, различной плотности, то есть различными физико-химическими характеристиками. После того, как были проведены испытания, я выбрала наиболее оптимальный сорбент. Первый фильтр, где очищается воздух от газообразных неорганических примесей, то есть СО, НО2, СУ2, диоксид серы. Это у нас шунгитовые породы природные минералы, мелких фракций очень. И второй фильтр – это циолитовые породы, также мелких фракций, порядка 3 мм. Толщина слоя сорбентов небольшая, всего 2 см, в зависимости, опять же, от интенсивности магистрали, которая расположена рядом с зданием, которое либо проектируется, либо уже существующее. Дальше воздух поступает на фотокаталитический фильтр, который состоит из тонкой пористой пластины диоксида титана. Она же полупрозрачная такая, можно посмотреть? Круглого сечения, там мелкие-мелкие поры, металлдиоксид, оксид титана позволяет окислять органические примеси до безопасных соединений, таких как поры воды, диоксид углерода. То есть здесь уже на третьем этапе воздух очищается от органических примесей, которые тоже есть в городской среде, такие как фенол, углеводороды олифатические и формальдегид. Эту разработку уже берут в работу застройщики? Есть застройщики, которые этим заинтересовались. Это прежде всего выпускники нашего вуза, выпускники строительных организаций Тюменской области. И мы надеемся, что все большее количество застройщиков, и прежде всего это организации по монтажу и проектированию системы вентиляции, заинтересуются данным устройством и будут внедрять в жилищное строительство. Наталья Анатольевна, я желаю вам только этого. Конечно, развивайтесь до уровня России, а кто знает, может быть, потом и на Запад будем отправлять нашу разработку. Спасибо огромное. Вам тоже спасибо огромное.